и всех приветствует здравствуй дорогой ну привет чё какого как дела ладно на чем мы остановились а и так я протыкивал 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 и забыл забыл на забыл на чем протыкивал а по моему здесь есть тенка с бордели но ее показывать что-то мне во мне охота давайте тогда давайте тогда давайте тогда давайте тогда ну ладно запускаем роуин с усталым выражением лица смотрел на портал он только что вернулся с поля боя после очередной недели операции конечно он мог бы уйти но его разум все еще оценивал успехи и неудачи прошлой недели он был настолько отвлечен что некоторое время не замечал что он не один хотя похоже у этой посетительницы был талант не привлекать к себе внимание ну да у нее прям талант не привлекать к себе внимание а шая мадам бордели ждала в дверях молча наблюдая за ним когда он повернулся к ней чтобы обратиться она приняла более низкую позу голова опущена руки сцеплены за спиной и и широкая грудь слегка вздымается рада снова видеть вас сэроуин простите если я помешала вам надо надо придумать восточный акцент у женщин с восточным акцентом я просто как бы я вообще не знаю как я обычно восточные акценты бывает нет нет все в порядке ты подоспела как раз вовремя ты хотела поговорить со мной о чем-то шая тихо кивнула она шла вперед ступая босыми ногами по каменному полу пока не оказалась совсем близко к нему он почувствовал цветочный аромат духов которые она нанесла и ему пришлось заставить себя не смотреть на ее обнаженное тело когда она была так близко к нему я забыл я забыл часы с собой взять теперь не знаю сколько мы будем сидеть я секундочку вот так то лучше у меня есть записка могу я передать ее вам рован протянул руку и шая передала ему небольшой сверток свернутый кусок пергамента на нем были указаны места где будет проходить небольшой караван и где он дольше всего будет без охраны что это одна из моих девушек умудрилась оказаться в постели с пьяным дворянином он проболтался о партии минералов перевозимых из восточных шахт я надеюсь что вы знаете что с этим делать ровен просмотрел записку было бы достаточно просто устроить засаду и захватить миллер уралы для бладмина он мог бы организовать это в считанные минуты ровен ободряюще улыбнулся застенчивой женщине это очень полезно спасибо шария шария заметно посветлела под вуальной ее глаза радостно блеснули от комплимента правда вы оказываете мне честь которую я не заслуживаю мне это была самая незначительная услуга которую я могла оказать особенно для человека вашего положения а какие еще услуга то есть ровен почесал голову и да не такая уж и особенная тебе не нужно так говорить хотя конечно это обычное явление в бордель в конце концов из эра выбрала его в качестве баз для своих шпионов они должны быть приполнены и историями шая хихикнула переполнены историями и другими веществами да но сейчас там не стоит об этом говорить я уверена что по сравнению с твоими приключениями мои покажутся пустяками никому неинтересно слушать о мелких дрязгах пытаясь кусик а сыр ровен и я бы почла услышать о вас она жала его руку в своей и прижала к себе ровен а дернул ее и на его лице непроизвольно появился красный румянец у меня жена и так ровы нарска ой и так ровы начал рассказывать о своей работе в поле шая работала вместе смысле работала вместе с ним поэтому не было никакого вреда в том чтобы впадать в подробности я не помню смысле работала наверное тоже работала в поле типа и по ладно поначалу он давал довольно общее объяснение но шая оказалась на удивление прекрасным слушателем конечно жители человеческих деревень должны быть верны своим владыкам должна признать что места за стенами кирозеля не были местом для такой девушки как я но среди путешественников говорят что каждый крестьянин знает что его непосредственный начальник в империи а кто его непосредственно возможно это правда в империи но в розарии через некоторое время рон почувствовал что его плечи немного расслабились прошло слишком много времени с тех пор как у него был подобный разговор с кем-то в замке казалось а я хоть знать все но да мы давненько не с кем разговаривали бычара что-то с нами и последнее время не общается на самом деле разговор продолжался так долго что рован почти забыл о том что у него есть работа подождите с ровым подожди пожалуйста причем уйти выслушайте мою просьбу в этом был по 2 хм хм раз в неделю в дни когда вы находитесь в замке я делаю перерыв в официальной работе и присоединяюсь к другим девушкам на полу на полу можно подиуме там есть танцы и они довольно популярны я слышала как об этом говорят наемники вы лишили нескольких из них жалования и девственности стать тоже так ли это в этом есть смысл для чего нужны деньги если не для того чтобы купить маленький кусочек счастья у нее рода за этой шевелится но если вы решите приехать и посетить одно из моих выступлений будьте уверены вам не придется платить это всего лишь шоу они ночь с девушкой в конце концов кроме того в некотором смысле мы деловые партнеры не так ли ровы на слегка покраснел и отвел взгляд в сторону чтобы не смотреть шаи в ее пронзительные охристые глаза охристые охеренные это мы еще посмотрим какие мы партнеры ой то есть и я не дам никаких обещаний то что вы об этом думаете это этой мысли уже достаточно когда я буду выступать следующий раз я буду искать тебя среди зрителей после этого он вернулся в свою комнату чтобы сменить и грязную одежду но мысли его были еще грязнее ой то есть мысли его не покидалил разговор который он только что оставлял информацию которую предоставила шая могла оказаться полезной она оказалась постоянно подверждала свою необходимость и все же находясь рядом с ней он часто чувствовал себя неуверенно возбужденным наверное неуверенным в смысле в чем ты был неуверенный а где этот смущенным я не знаю застенчивым возбужден неуверенно возбужденным это был бы самый логичный ответ нет ты чувствуешь себя неуверенно никаких но у хорни как будто ему нужно было быть осторожным эта женщина была мастером вытягивания информации из незадачливых мужчин неужели ровно считал себя выше таких вещей когда он вошел в свою комнату его брови нахмурились а взгляд устремился на письменный стол алексия наверно еще библиотеке работает записка своего первой встречи содержащие содержательницы борделя без сомнения все еще лежала в трактате куда он ее положил за такая шария возможно он сможет оправдать поездку в борделе ну пойдем по борделе я сходил на представление шаги музыка пропал собственно то там там была пошлость двиняющая пошлость но тот вечер он сел в кресло у своего стола кусок пергамента который он оставил в тот день когда встретил шаю было у него в руках а кто такая шая он нахмылился и начал писать она это да ну не более не менее но он не мог двигаться дальше он ведь на самом деле не ответил на этот вопрос точнее он знал ответ самого начала ровно пустил руку с пером в сторону он действительно мало что узнал они сегодня не так и его главным наблюдением было про он нахмылился и вернул перрон на пергамент шая блистательно затем он убрал пергамент обратно в книгу и вернулся в постель у него нами было много важных вещей которые ему нужно было решить не это не музыка замолкла это просто я его бою и кладно там больше ничего нет интересного вот здесь справиться с продолжающим вторжением хаоса подурачиться так отчет 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 так давайте вот это вот возвращать расспросить солдат о нападениях смысле возвращайтесь на спаси солдат сержант торг у них есть звание серьезно есть сержанты и средовые и сержанты есть майора наверное сержант торг ожидавший ровно выглядел весьма нервным постучав верхним зубами оклыка воин подошел к генералу генерале я докладываю у меня есть доклад очень хорошо я генерал да ну скаловатому воину потребовалось несколько мгновений чтобы прийти в себя наконец он прочистил горло и нашел язык хе-хе-хе ты тебя куда язык засунул эй но дело обстоит так из улка двупалого пришли вести в деревне на западе у леса блэк роуз произошла резня первая мысль ровно когда он услышал резня была о том что орк слишком остро отреагировали на какое-то упрямство фермера или какого-то мальчишку украсившего свои доспехи с коровьей лепешкой неужели улка двупалый забыл что мы собираемся править крестьянами а не просто убивать их орк выглядел смущенным и переминался на ногах улк никогда не убивал генераль кто-то расправился с его людьми ну то есть орками ну то есть мы тут всех людей людьми нажимаем почти два полных отряда это привлекло внимание ровно потери орк в таком количестве были неслыханы что еще рассказал улк боюсь ничего особенного хата и все это звучит ужасно он сказал мне что два одна назад пропадали патрули в районе леса блэк роуз в конце концов улк нашел их там был полный бардак трупы валялись повсюду у некоторых были выклоты глаза другие были изрещиты стреллерами но некоторые улик сказал что у некоторых руки и шеи были пронзены шипами шипы размером с хер короче говорит он я думаю что они такие большие можно просто называть их шипами да шипы размером с хер как бы это не сделал он опасен генераль но мы не можем просто позволить им продолжать убивать наших людей уль хочет отомстить я тоже хочу я пойду в лес и выясню кто в этом виноват грузный солдат очень грустный солдат стоявши перед ровно закрыт глаза и почтительно склонил голову перед бывшим героем спасибо генераль мальчишки будут счастливы и зная что справедливость вас торжествует на дубе улька кровь за кровь позвольте мне взглянуть на вашу карту вот это то место где был обнаружен патруль так нам целую кучу накидали всякой ерунды дополнительные квесты я боюсь чтобы нам либо захватило бы времени на все и на вся поскольку нам сколько там 70 недель по сути надо чтобы 30 недель осталось чтобы до конца игры так события шоу ларян а еще хочется так много сделать рован убрал руки карманы проходя по двору бладмина день был прекрасным сочетанием угрюмого мрака и слишком холодного воздуха чтобы совсем не пасть духом он смотрелся в горизонт и на дальних валах он увидел нечто странное на вершине крепости мелькнула золотистые волосы рован моргнул возможно дело было в расстоянии но он мог бы поклясться что это был знакомый эльфийский секретарь ру направился к стене и последовал в том направлении куда она ушла чем занималась девушка возможно она собиралась повидаться с друзьями из числа своих бывших спутников ведь звали того большую а как звали того большого эльфа гэлбрейт темная часть его души и гадала не идет ли она к торлину наконец он наткнулся на нее на поляне на пустынном участке стены и там он нашел ее сидящие перед изогнутым разве разве систым деревом че листья свисали над крепостными стенами и там стоя на коленях у его основания сидела люреал по бокам от нее стояли ведро с водой и землей но ровен пришлось подойти довольно близко прежде чем она его заметила кто там а привет это ты это я до чего кого а девушка бешено закрутилась на месте рон поднял брови когда понял что у нее в руках карманный нож с таким маленьким лезвиям что рован удивился бы если бы она могло проткнуть дальше кожи так надо надо внимательно смотреть на картинки эти забанит ты держишь его неправильно даже если бы ты ударила кого-то таким образом то ты бы никогда не вогнала бы его достаточно глубоко чтобы причинить кому-то настоящую боль ровен я причиняем боль по-другому ее глаза расширились а грудь опала когда весь воздух и напряжение покинули ее легкие она подбежала из облегчением обняла его когда я ухожу одна в замок не становится так страшно а вдруг я наткнусь на что-то опасное или даже на одного из людей торпина но так не уходи далеко от замка сидим в этой в моем кабинете да и все я же тебе там это коврик поселил чтобы спать надо что такое это ты выращиваешь здесь нету помидоры что он повернулся к ней она определенно не было похоже на то что росло в розарии у него были странные свисающие ветви длиной с человеческой руки почти похожие на пол корабла столь же необычно с пятнами мха светящегося серебром ровен дотронулся до ствола он был живой однако судя по тому как он понял и пятнам обесцвечивание это было не очень здоровое дерево я привезла семя с собой из и а луэна это священный вид дерево среди нашего народа и в отце саира еще в детстве меня научили ухаживать за лесом это маленький уголок дома растущий в далекой земле мне интересно как они придумали название ко всему вот экстра нам где вообще мне вообще интересно узнать как кто-то придумывать название к чему-то фантастическому особенно фэнтезийным рука ровно переместилась к странному серебристому мху ногтем соскреб с него небольшой участок он прилип к нему издавая настоящий светящийся блеск ты говорила что у тебя нет никаких увлечений наверное да но это было только в дороге я начала выращивать ее только после того как приехала сюда ты же привезла с собой и все это напоминает мне алексию вашу жену милорд объяснить ему просад алексии но раз ты начал говорить про алексию продолжаете но объяснить про сад ладно еще в ордель и у моей жены был садик на склоне холма недалеко от деревни она не позволяла никому знать о нем кроме меня она говорила мне что это маленькая красота и тишина который принадлежит только ей ну и мне соответственно я хорошо понимаю ее слова используя свой нож она подошла коре и деликатно соскорбила часть мха соскоблила чем она поднесла стружку к его носу чтобы он почувствовал запах а нюхай что это за херня сельвера фиг это мох который обычный растет на коре он прекрасен но не может существовать без дерева на котором растет паразит у валентами отнюхать дала в редких случаях он может превратиться в паразита если оставить его расти бесконтрольно тогда он сможет убить дерево а затем из себя но в умеренных количествах он обеспечивает иви защитный слой она с нежностью положила руку на ее поверхность она смотрела на него с таким интересом что он видел только у нее по отношению к своей работе чё блин или в других случаях и и к его телу чё блин я не я просто в мыслях у меня моха разве паразита я что-то ни разу не думал уже просто на камнях растет на деревьях ну как бы просто растет и растет поверх когда все сбалансировано они представляют собой симбиоз а одно процветает благодаря другому мир природы состоит не из отдельных растений различные формы жизни существуют вместе постоянно взаимодействуя они уравновешивают друг друга если они находятся в гармонии друг с другом почему дерево выглядит таким нездоровым она отняла руку а дерево а это несмотря на свой внешний вид она растет или по крайней мере я так думаю но это вид предназначен для посадки на крутых склонах северных лесов или глубоко в подземных пещерах в лунных просветах почва здесь блат мини для нее чужая но она старается за всех сил руин пристально посмотрел нее он сделал шаг ближе и положил нежную руку ей на спину значит она тоже изгнанится полагаю да сэр как только он затронул эту тему она покраснела и спрятала лицо за челкой уверенность которую она демонстрировала когда говорила о деревьях и дикой природе и покинула ее нам не нужно говорить о таких вещах милорд вы не должны беспокоиться обо мне ты не любишь говорить о своем прошлом это бремя которое я не хочу возлагать на других там хам ты уже возложила ты знаешь что я не собираюсь заставлять тебя обсуждать это со мной но я был бы признателен за доверие ее голос упал почти до шепота права я действительно доверяю тебе хорошо что ты хочешь знать что ты хочешь знать он откинулся назад исключил руки облокотившись на дерево но для начала ты виден здесь не только потому что последовало за торлином если бы ты захотела вернуться в алоэ тебе бы разрешили мне бы не разрешили она погладила себя по руке с тех пор как я узнал что здесь есть эльфийские изгнанники меня не давал мне не давал покоя вопрос как это произошло почему вы были вынуждены покинуть двор наступила пауза реал выглядело так словно пыталась как-то уйти от разговора но конечно ее послушание ровно взяло верх над желанием уйти от темы это был фенигольд твой бывший любовник она опустилась на колени взяла ведро с землей которая принесла с собой садоводство должно было чем-то занять ее суетливые руки но любовника это слово неправильно это слово обозначает человека из которого можно сделать жену чего кто-то с кем-то с кем можно романтизировать или сожить и листовать это не про меня я никогда не стану чей-то женой фенигольд был моим вождем и я хотела ему подчиняться так же как я подчиняюсь вам и следую за вами владелец возможно лучшее слово вы в таких отношениях она тоскливо вздохнула воспоминания яркий я была еще студентом когда мы познакомились он был героем войны и заслуженным мечником и я поклялась его стопам чего как иначе с нашей первой встречи я игнорировал все другие обязанности если могла быть с ним он говорил мне прийти я приходила он назначал время и определяла расписание я просто хотела видеть его улыбку я никогда не делала ничего что могло бы его расстроить даже когда должна была даже когда он просил меня не обращать внимание на то чем он тайно занимается со своими подчиненными я не лезла не в свое дело роман приподнял бровь и что это было за деятельность она спустила голову в грязь опустила голову грязь золотистые волосы рассыпались по плечам и свисали вокруг нее смысле она опустила голову в грязь просто опустила голову рабство продать сельфа далеко от его или ее народа это высшая жестокость которую человека никогда не сможет понять и я содрогаюсь даже думаю об этом эльфы не созданы для одиночества а я то думаю как раз таки наоборот она утрамбовала землю вокруг основания пока не израсходовала всю содержимое ведра затем она подошла к бледной воде ровно клонился ниже чтобы помочь ей поднять его к его удивлению она оказалась теплее чем прохладный дневной воздух когда действия фенегольда были раскрыты его изгнали включая всех его верных подчиненных меня поставили перед выбором разорвать с ним отношения или присоединиться к я предписанию списку ну и вы знаете что я решила а ты же блин могла поступить по-другому но видимо не могла чувствуешь ли ты вину за это а да ну чувствуешь ты вину раз пошла ты все еще чувствуешь вину за случившееся вину милорд ты сказала что он совершал злодеяние и что он заверил тебя на без не беспокоить об этом ты когда-нибудь чувствовал вину за то что не остановила его не сдала его сама нет я не чувствовал вины в то время я не могла просить ему вызов как не могла расправить крылья и улететь это просто огорчает что такое счастливое время закончилась такой трагедии и что у того кого я так кому я так поклонялась могут быть такие недостатки роун жал губы он хотел напомнить и что у него все еще есть право делать свой собственный выбор даже когда он так он она так увлечена эти мужчины но он знал что это бессмысленно такова была люриал его глаза стали мягче и сочувственнее но ты ведь больше не хочешь быть изгнанной она снова подняла голову чтобы посмотреть на него каскады ее волос разметались в сторону оставив лишь несколько прядей перед лицом эльфы не предназначены для одиночества ровен ты здесь не одна люриал только если я имею право голоса он увидел как ее губы искривились слабые улыбки спасибо но я не думаю что ты понимаешь о чем я никто из людей никогда не мог правда чё не мог чего не мог и выполнив свою задачу лириал медленно поднялась на ноги роун держал руку на ее руке чтобы поддержать и когда она встала на ноги это с помощью чистой руки расправила беспорядок в своих волосах роуэн спасибо что дали мне это время я не могла говорить о доме уже долгое время с тех пор как я оставил от ордена ровен повез своего секретаря обратно по стене к главной башне на этот раз ей не нужно было иметь при себе никакого оружия присутствие рованы она была безопасность смысле на этот раз что ж скажи мне в последующий раз когда захочешь выйти в такой виде я могу проследить чтобы у тебя была собой какая-нибудь защита больше чем это зубочистка нож а она взяла с собой нож чтобы защищаться если на нее нападут ее собратья а я думал на землю рихлы рихлила им принципе логично же без предупреждения она приподнялась на кончике пальцем ног и чмокнула ровно в щечку и что за что это за то что вы самый лучший босс которого только можно пожелать женщина ровно тихонько хихикнуть офигеть не встать так чё делаем надо бы сохраниться по идее чтобы 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 попытаться выполнить квест вот он да этот квест я так полагаю блин а мы до орков так и не дошли на здесь знаете чего не хватает здесь не хватает название деревень и лесов местности вообще в целом чтобы было более-менее понятно ориентироваться еще кого куда так ладно сейчас делаем значит вот как мы сейчас делаем вот как я сохраняюсь пытаюсь найти этот квест не получится загрузим обратно хорошо а я немножко это рано сохранился радом работа шла медленно нет это было при уменьшением она была утомительная ужасно изнурительной неуправляемой медленной книг почти не осталось не говоря уже о том что не хватало каталогов и алексия уже успела навести порядок библиотеки пока и не стало казаться что даже сами книги осуждают ее но она ничего не могла с собой поделать ей было скучно просить клеону или назима наставлениях тоже было бесполезно если алексия не хватало дела чтобы занять себя то клеона и назим наоборот погрязли в книгах и зельях которые алексия считала слишком сложными для понимания даже если бы она попыталась они бы оказались ей не по зубам должно же быть что то что я могу сделать чувствуя себя бесполезно алексия бродила библиотечным проходом и искала не что-то конкретное но с надеждой что-то что попадается ей на глаза и она привыкла к ее внимание в самом дальнем углу библиотеки между двумя увесистыми учебниками лежала недописанная тетрадь корешки который корешок который был старым и потрепанным от возраста похоже кто-то намеренно пытался а спрятать его здесь хотя явно не возвращался за ней уже некоторое время алексия взяла книгу с полки и открыла ее вечная любовь карнас икс эмлия автор эмбрио томбос этой книги точно не было в списке книг хранящейся библиотеки да и книги ее назвать было нельзя страницы были склеены каким-то грубым клеем а на них от руки чернилами пера были выведены беспорядочные почти неразборчивые каракуля я бы не рассчитывал что это клей учитывая в какую игру мы играем лучше убери подальше от тебя эту тетрадь она перевернула страницу карнас коснулся моего лица своей огромной рукой я мурлыкнула как кошка после теплого молока только без хвоста и ушей я не могу жить без тебя сказал карнас и я не подозревал как важен для меня слуга эмлия давай займемся любовью прямо здесь прямо на полу боже улыбка заиграла на ее лице когда алексия перелистывала страницы быстро понимая кому они предлежать фанатику карнаса спрятанному где-то в его собственном замке по крайней мере она знала как как проведет день алексия уселась на свободное место на полу и стала читать но конечно столь уж библиотеки нету мы не можем я дернулась но карнас заключил меня свои огромные объятия я всего лишь слуга нам не суждено быть вместе нам суждено если ты позволишь мне показать это карнас поцеловал ее своими длинным языком я поцеловала его в ответ приоткрыв рот было очень жарко карнас массировал бугорки на моей груди что заинтересно за бугорки я чувствовал как его штуковина бьется бьется это большая штука огромная больше чем кирпич алексия пришлось прикрепить рот чтобы не рассмеяться слишком громко эта девушка даже не могла написать слова хрен не говоря уже о том чтобы понять как устроен любовь не может же быть чтобы она раньше с кем это еще вот это вот и самое и наверное еще не исполнилось и 15 бедняж в смысле а кто такая кто 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 так это а что если это клёна была маленькой алексий хикнул про себя и продолжила читать о карнас эмилия стонала он ущипнул ягодицу я должен получить тебе прямо сейчас кого получить взять наверное тебя получить блин машинный перевод прямо сейчас в этой заброшенной шахте спокойно сказал карнас алексия прикусила губу сдерживая смех и покачала головой в недоумении это был явно влюбленный ребенок мысль о том что какая-то влюбленная девочка подросток вот так выплескивала свои фантазии заставила алексию почувствовать себя ребенком разве она сама не фантазировала о подобных вещах когда была маленькой стой а разве девочки фантазируют о таких вещах вы сейчас просто перевернули мне мир с головы на это думал только я такое делаю алексия перевернула страницу готовая к новым событиям но она была пуста а почему она остановилась алексия пролистывал еще несколько страниц но блокнот был епу явно пуст история самовнушения оставалась незавершенной знак вздохнув алексия закрыла книгу эмбрия явно увлекалась писательством половину блокнота было заполнено фантазиями они и карнасе так почему же она остановилась если она покинула замок чтобы отправиться в другое место почему бы ей не взять его с собой интересно что случилось с алексия не закончила мысль медленно приходило осознание что в память всплывает воспоминание о битве с карнасом и его двором конечно в той последней битве погиб весь его двор эмбрия скорее всего была среди них алексия уставилась на тетрадь в своих руках она не могла заставить себя забрать ее из библиотеки или выбросить каким-то образом она чувствовала себя немного более особенной наполненной надеждами и мечтами ребенка который никогда не увидит куда приведет его жизнь скорее всего карнаса в замке были рабы там всякие служанки я не думаю что герои эти шести королевства рубали всех без разбора хотя кто знает алексия аккуратно положила блокнот на место если уж не будет памятника то пусть хотя бы эта книга останется как последняя память они хотя это будет прикольно если это блокнот а написаны и нашей клеоны так ищем квест ищем квеста ну и где мне его искать я его действие не вижу нифига здесь нет я перезагрузил не нашел я вот квест который там был а здесь новая сценка появилась ну давайте посмотрим почему бы нет а который каталогизе каталогизировая книги библиотеки алексия наткнулась на книгу название которое весьма заинтриговала путеводитель ученика по основным заклинанием она помедленно рассматривая книгу ее мысли вернулись к тому времени когда клеона не проверяла обнаружив что у нее есть потенциал для магии волшебница больше не говорила на эту тему а алексия и не спрашивала тем не менее алексия могла использовать магию сейчас она это знала возможно перед ней была книга которая могла бы ее многому научить клеона не возражала если она брала книги из библиотеки для личного пользования может быть ей стоит взять книгу алексия взяла книгу чтобы изучить ее алексия оставила книгу на прежнем месте а я вот знаешь опять-таки что-то брать что-то брать вообще в замке бладмин я не советую лист уж то непонятно что так что давайте просто ставим книга да и все хотя научиться алексии магии неплохой а так то интерес хотя она жрец светлой же магии наверное не бери книгу хотя интересно посмотреть что за книгой не бери оставляй нет я не должна тряхнув головой и прогнав из головы соблазнительные мысли о силе алексия вернулась к своей работе блин интересно мне интересно узнать что там за книга была ну ладно ну ладно давайте темные точки закроем рован прорезал заросли ежевики покинул старую грунтовую дорогу и колючие ветки упали на обочину когда солнце опустилась низко за деревья и по поблизилась раздался грохот грохот грома он понял что его возможность для отдыха стали ограниченными в темноте вырисовывались большая заброшенная шахта это был не идеальный выбор учитывая насколько опасно исследовать ее ночью но надвигающаяся гроза не оставила ему выбора ровы нырнул в рукотворную печеру и зажег факел его мягкое сияние едва освещало пространство он поднял свой факел чтобы получше рассмотреть но шахта тянулась вперед следы старых тележек исчезли в кромешной теме он пошел по этим следам вглубь каждый шаг эхом разносился по пещере казалось что шахта растянулась на многие мили насколько она глубока когда он сделал еще один шаг земля внезапно поплыла под его ногами и ровно обнаружил что падает во тьму что бегите глуп он падал сквозь темноту паника охватывал его тел когда он задался вопросом насколько глубока эта дыра и станет ли это шахта посредником его последним пристанищем когда он приземлится на твердую жесткую землю а его факел упал вслед за ним и свет погас когда он упал на пол его глаза потребовалось несколько минут чтобы привыкнуть и рован осторожно сел поморщившийся от боли в спине он нащупал стены шахт в поисках лестницы или какого-нибудь устройства которое могло бы вытащить его обратно но ничего вот это было нехорошо в его рюкзаке было столько еды и воды сколько и и хватило несколько бы дней но он узнал что как долго он не знал точнее как долго он будет в ловушке в этой пещере возможно ему просто придется отправить близнецам сообщение в надежде что они отправят спасение а что ты здесь сделаешь ровно обернулся на звук женского голоса позади него обнажая свой меч в этой игре обнажается либо меч либо не меч он их два мог различить ее фигуру в темноте но он мог слышать ее шаги шаркающие по грязи и остановившийся прямо перед ним я думал что шахта заброшена я ничего не вижу но это явно не так я прошу тебя немедленно уйти больше не беспокоит меня и мой дом дом роун скептически оглядела черную как смола пещеру а найти те выход самостоятельно может попросить помощи помощь чтобы выйти найти выход самостоятельно а нету выбора взять ее себе в ряды наших воинов я знаю что там скорее всего эльфийка сидит потому что я с ней уже сценки смотрел но можем попросить помощи но она пас нас потребует оплаты может поможешь по идее это найти выход самостоятельно были ли не знаю найти выход самостоятельно найти что-то да я пойду ровно кивну самому себе ощупывая туннель в поисках каких-либо источников света он нашел один случайно ударившись головой а висячий фонарь зашипев от боли вытащив спичку из рюкзак спичку ровно зажег фонарь и высоко поднял его спичку серьезно спичку ваши средневековые сетен какая спичка были там огни вы какой-нибудь или два камня яма в которой он упал было крутой и он неслись но не слишком глубокая тем не менее было чудом что ему удалось избежать перелома должен был быть другой выходе отсюда когда он оглядел ям в которой упал он увидел различные туннели ведущие в разные стороны если он хотел хоть как-то хоть какой-то шанс выбраться отсюда сегодня вечером то должен был выбрать один из них держа фонарь перед собой ровно посмотрел в один из туннелей и двинулся вперед ровно казалось что он шел целую вечность возможно так и было наверное уже наступит рассвет когда он верится до конца туннеля но когда он сделал еще один поворот в поле зрения появилась знакомая яма он сделал двойной круг оглянувшись на туннель который он покинул туннель из которой он вышел и дыру в которую он изначально упал я только что обошел большой и сделал большой круг черт подери ровно в отчаянии пнул каменную стену слегка поморщивш когда боли тазвалась в пальцах ног он был измотан не был никаких не было никаких сомнений что он шел уже несколько часов если он хотел иметь хоть какие-то силы чтобы продолжать двигаться ему нужно было отдохнуть не испытывая недостатков злости ровно разбил лагерь в яме наконец наступило утро и ровно смог разглядеть ослепительные лучи солнечного света проникающие в один из туннелей которые он не смог исследовать он проследовал за солнечными лучами вышел через другой вход шахты не было никаких признаков женщины со вчерашнего вечера или даже следов того что она существовала возможно она сама могла оказаться в ловушке в шахтах и солгать за ему в том что узнает выход ну что ж по крайней мере а я по правильно сделали то что не попросили помощи по крайней мере теперь он мог продолжать свое путешествие хотя и потерял день на в шахтах да да сейчас бы выбрали мы а когда ровен поднялся на вершину крутого холма он был поражен открывающими передним величественным зрелищем массивное плато по которому он шел было расколото на двое длинная трещина тянулась по ландшафту как коричневая потрескивающая кожа полу заживавшего шрама и оставила после себя пару таких же разобщенных холмов он задавался вопросом что могло бы что могло бы сделать кто или что блин задавался вопросом что могло бы сделать это йог карны театр он задался вопросом ему казалось маловероятным что это естественно кто мог сделать такое глядя вниз в пропасть не видя дна и он мог только прислал предполагать что она слишком глубока для подъема по краям он мог увидеть что камень был оплавлен было ли это дуэль великого мага или битва между богами после минутного удивления ровен задумался о том как ему перебраться через огромную пропасть чтобы не пришлось поворачивать назад и терять несколько дней пути разрыв был слишком велик чтобы прыгать в этом он был уверен пройдя по краю обрыва он в конце концов наткнулся на старый веревочный мост судя по состоянию ветхости прошли годы а может быть и десятилетия с тех пор как кто-либо проводил здесь ремонт вопрос состоявший перед ним сейчас был прост рискнуть мостом или повернуть назад по моему можно рискнуть и ничего не произойдет а ровен положил руку на веревку которая подвешивала деревянные перекладины на тут пропастью и она показалась ему достаточно прочной несмотря на рваный вид осторожно он начал перебираться по старому мосту проверяя каждую деревянную перекладину чтобы убедиться что она выдержит его вес вот здесь наверное надо показатель сурвайвал прокачивать если бы показатель был нулевым а у нас он не нулевой по моему троечка то мост бы рухнул несколько раз он был уверен что прогнившая доска прогнется под ним но не успел он опомниться как снова оказался на твердой земле благо поблагодарив богов за свою удачу он спустился с другой стороны холма конец недели 28 мягкие шаги нарушили ночную темноту комнаты ровно кто-то проснулся и зашевелился шаг за шагом а когда они подошли к кровати внезапно вспыхнула активность одним быстрым движением ровно выходил меч и направила вон на пришельца его глаза все еще были сонными но брови сузились сегодня ты совершила огромную ошибку незваный гость центре комнаты стояла фигура в длинном черном плаще когда ровно направился на нее меч она попятилась к двери успокойся герой ровно я здесь по делу посреди ночи вроде солнце светит ну ладно самое лучшее время меньше глаз на тебя смотрит ровно слегка опустил меч кто бы это ни был он пока не казался враждебным лучше всего было бы услышать каковы его причины для столь позднего визита почему же ты тогда не показываешься кто я не важно важно то что я знаю один из наемников замки воровал артефакты у него есть целый мешок недорогих реликвий спрятанных в его спальных покоях должно быть его зовут зерат хил дальнейшие подробности и доказательства я оставлю на твоем столе роман приподнял брови и я надеюсь что и зерат найдет эту информацию полезной а ровен потянул свободную руку и затем переложил меч в другую чтобы продолжить растяжку было уже поздно так что он был не в самой хорошей форме и все же что-то здесь явно было не так ты мог бы просто достать это доставить это из эре сам зачем тебе посредник фигура оставалась неподвижной может быть смысл в том чтобы ты сам и рассказал замки есть люди которым она доверяет есть те кому она не доверяет а теперь я ухожу я надеюсь что это начало продуктивных отношений фигура коротко поклонилась и медленно направилась к двери колесики в мозгу ровно завертелись хе-хе-хе обычно они у него не вертится если он бросится вперед она вероятно сможет остановить ее отход но кем бы он ни был его посетители похоже он не хотел ровну зла когда он шел ровн запер за ним дверь лучше и почаще запирать дверь на столе лежало письмо о котором упоминала ночной гость ай чё кого постели зашевелилась его жена возвращайся в постель алексия я буду через минуту ровн снова взглянул на письмо лежавшие на столе утром для этого будет время в тот день ровн сидел за столом эзера и передавал и всю собранную информацию он не собирался оставлять все на бумаге хотя в письме содержалось много информации ровн хотел получить дополнительные показа доказательства теперь он делился результатом этого небольшого расследования с истинным адресатом письма очень много доказательств преимущество быть тем кто занимается бумажной работой можно обмануть человек но нельзя обмануть цифры если что-то пропадет они не сложатся она глядела его с ног до головы прежде чем снова вернулась бумаги она да и зара откинулась на спинку стула держа в руке утренний бокал с вином она взяла один из документов или него пробежала глазами текст общая сумма похищенного здесь не пустяк если бы он взял все это это стало бы заметным предста препятствием для наших возможностей но реальные угрозы было бы внезапное появление на рынке предметов из блат мины я не думаю что ты много знаешь о черных рынках ворон покачал головой но было делом и там уже одну дел проигрывали боюсь что нет это очаровательные места когда-нибудь я отведу тебя туда но не стоит распространяться о том что происходит на данном этапе поимкам его сослужит нам большую службу роман слегка склонил голову я ваш покорный слуг ты чё бля мы же моя единственная просьба чтобы с ним не случилось ничего плохого он просто портунист а не что-то похуже могу я получить ваше слово что вы не убьете его и зеро закатило глаза ах после всех людей которых ты убил или помог убить ты беспокоишься каком-то обычном воре ровен вздохнул убийство с необходимостью и убийство без нее две разные вещи и зеро хихикнула ты ненасытные героическая да потаскушка ты это знаешь и я в один прекрасный день и я тебе от этого отучу ладно я просто отправлю его в темницу пока он не усвоит урок это сделает нас обоих счастливым не так ли ровен кивнула это был самый хороший вариант которого можно было ожидать это было бы неприятно ровен мог подтвердить что на собственном опыте но он попытался ограбить повелители демонов так что он должен был ожидать последствий и зеро отложила бумагу и потянулась котенок ты получишь особую компенсацию служба выше того что требует заслуживать большой награды это долг госпожи по отношению к своим подданным не так на мгновение у ровно чуть не сказал что от этого угу что он этого не заслуживает но он успел вовремя остановиться лучше не заставлять зеро спрашивать откуда взялась эта информация я что-нибудь придумаю можешь идти мой герой а ровен кивнул и попрощался с изеры пол не совсем понимала что она имела ввиду говоря о награде но со временем ему придется это выяснить уходя он подумал о фигуре в плаче неужели это последний раз когда он получит информацию из этого источника а ровен бил по тренировочному манекену установленном во дворе под разными углами речь шла не только об изучении каких-то новых приемов сколько просто о том чтобы сохранить свои навыки его мозг жужжал от различных паттернов которые укреплялись в его с мышечной памяти ты мог бы сделать больше шо и шел для меня я имею ввиду тебе действительно нужна рубашка для такого рода тренировок добрый день госпожа епт роман опустил меч и опустился на одну коль до с каких пор он стал так прислуживаться то ей внутренне однако он был менее чем доволен тем что его учебный полк потревожили не поднимайся из-за такого из-за такого шума не поднимая за этого такой шум я зашла только на минутку мне только что пришла в голову отличная идея о вознаграждении я хотела бы сообщить тебе хорошие новости роман поднял бровь отличная идея имела неоднозначный послужной список размыслив над этим я решила что ты нуждаешься в хороших старом модном расслаблении ты ведь так много для меня работаешь правда по этой причине я проинструктировала шаев что если ты когда-нибудь отправишься в бардель ты должен будешь получить персональное обслуживание никаких сборов или ограничений она как раз говорила мне на днях что ты заходил посмотреть одно из ее шоу теперь ты можешь получить настоящее удовольствие ровен громко вздохнул конечно это было не идея а вознаграждение я женатый человек господи боже мой она притворно зевнула правда иногда не забываю не то чтобы ты был первый мужчины с кольцом на пальце который ходит по борделям пока она шла она продолжала кружить вокруг подходя к стойке с мечами говоря это она тихонько поигрывал рукоятью одной из орудий дело это или не делай это твоя награда но тебе нужно только навестить шаю и она позаботиться о тебе должным образом понимаешь смекаешь про склонил голову не то чтобы она заставляла его навещать шаю враждовать сезере было роскошью которую он не мог позволить себе столь часто очень хорошо спасибо а помнишь как я чуть голову не отрубил ну вот вспоминай иногда так вот я считаю что это должно почти все покрыть я оставлю тебя с твоей мужской чепухой пока-пока террелирум ровно тихо вздохнула и выпустила меч из рук он подумал о награде которые ему предложили со временем его последней визите к шаю пергамент для расследования которые он оставил лежал нетронутым он был занятым занятым человеком и какой бы очаровательной не было странная подруга из эры она не была его приоритетом и все же если бы он пошел на этот раз то не только для того чтобы посмотреть не так ли он бы по настоящим ладно по повод для паузы захватывающий нет повод смысле захватывающая перспектива повод для паузы ладно а его губы сжались одно дело прийти к не посмотреть шоу но на самом деле спать с куртизанкой это совсем другое может ли какая-нибудь информация которую он получит а такой экскурсии действительно того стоит возможно было бы лучше оставить этот подарок в коробке но почему оставить в коробке но я в принципе подарок как лица лучше подарок сделаны своими руками о так ли оно что у тебя есть для меня так хорошо 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 у нас два проекта ну да новый проект откроется при улучшении библиотеки началом я думаю как раз мы закончим эти проекты и откроем новые чтобы это самое хорошо что у меня второй левел ничего нового ничего нового чокша и идем тронный зал я посмотрю на приватный показ там ничего интересного мы пока его открывать не будем а просто сегодня все шло не так как хотелось бы алексе ее скверное везение началось с того что утром подожди у меня счет это а что утром вставая с постели она ударилась головой о спинку кровати и от этого все только ухудшилось когда она вышла из своего жилища и чуть не затоптал патруль орков один из этих грубия на приставал к ней и отступил только после быстрого и яростного разноса не помогло и то что алексию споткнулась о ковер и на глазах у всех упала лицом на пол она промаршировала по коридору прочь от орков с пылающими красными щеками и звуком издевательского смеха позади она в ярости ударила носком ботинка в одну из многочисленных и одинаково лишенных статус замка в доспехах ударив его во второй раз заработав в ответ боль и глубокое чувство несправедливости в этом мире вот доверяющие всего ее обычный наряд каким-то образом промок насквозь от какого-то неизвестного но липкого вещества лежавшие на полу в ее комнате что это было за вещество и откуда оно взялось вот вопрос на которое алексия не хотела знать ответов и что это за вещество это тут незнакомец плаще принес все что она знала так это то что теперь ей придется носить с собой обычную одежду до тех пор пока прачки не соскребут грязь и чтобы там не было с ее драгоценного библиотечного костюма так что с тяжелым сердцем и кислым выражением лица она почти не обращая внимания на окружающих пробиралась по прохода библиотеки в поисках какой-нибудь бессмысленной работы чтобы скоротать время и возможно отвлечься от своих ужасных обстоятельств так продолжалось до тех пор пока она снова не наткнулась на пару тайных голосов заговорческие перешептывающих друг с другом проходя между рядами книг алексия прошла мимо одной конкретного прохода который был занят резко остановившись всем она вытянула шею и на мгновение стерена посмотрела на две фигуры прижавшиеся друг другу в другом конце рядом это был рик и клай и два молодых любовника про которых алексия случайно узнала в прошлом послышались негромкие голоса и алексия напрягала слух едва различала их полтовню взад и вперед она вспомнила покраснев от смущения как заглянула к нему в самый разгар их вопиющего разрядки она вовсе не собиралась изображать из себя распутницу хотя алексия вынуждена была признать что их страстные любовные ласки были вдохновляющими эти двое явно были влюблены друг в другом так что же это значит для нас и и для меня клоэль протянула руку и легонько ударила рекора по лицу он отпрянул потрясенный агрессивностью своей маленькой спутницы для тебя ты влюбленный дурак я не так кого посылают умирать из-за тщеславия своего народа все не так уж плохо или клоэль отвернулась от рекона прикрыть глаза рукой она медленно покачала головой взад и вперед а испустив измученный вздох так она и есть рекон если ты пойдешь на это дурацкое поручение то никогда не вернешься рекон наклонился и положу руку ей на плечо она нежно погладила его большие пальцы своими я не оставлю тебя навсегда любовь моя это всего лишь короткая компания мой отец считает что мы легко возьмем замок он даже сделал меня рыцарь какой еще замок блин а клоэль резко повернулась к рекону и на ее лице появилась ярость потому что он хочет чтобы ты присоединился к нему он знает что ты отдали от него если он не знает о нас то по крайней мере подозревает разве ты не понимаешь рекон его безумное стремление вернуть земли вашей семьи приведет к тому что вас убьют это наше наследие вот уже 50 лет терраскены правят из урсталида ты кормишь меня ядом своего отца рекон скажите мне честно вы когда-нибудь действительно заботились наследие своей фамилии ты ведь никогда этого не делал правда иначе зачем бы тебе возиться с такой зеленокожий как я или ваш отец возвращает вам родные земли и что дальше вы вдвоем целый год будете учиться за его стенами пока местные лорды не выкосит вас голодом близнецы пришлют нам помощь не просто осмеливается солгать мне прямо в лицо рекон близнецам наплевать на владение твоего отца законны они или нет они находят находится далеко в стороне как долго по-твоему продолжится их поддержка когда твой отец окажется в осаде и станет мешать их планам после слов кломи наступило долгое молчание алексия смотрела как маленький гоблин протянул руку и взял рекона в свои тонкие руки мне невыносима мысль о том что ты умрешь из-за человека который не заботится о тебе рекон это это было бы одно дело если бы ты на самом деле искал это и но гоблин начала гоблин начал плакать рекона обняла ее еще крепче словно защищаем до этого не дойдет и я клянусь в этом она еще крепче прижалась к нему покачивая головой взад вперед ты не можешь мне этого обещать рекон пожалуйста если это будет конец для нас то по крайней мере ты будешь честен со мной я я не знаю если бы я люблю тебя рекон мне невыносима мысль ты умрешь из-за куска щебня в болоте ты не можешь просто пройти через это не умирали за чужую мечту гоблин уткнулась головой в плечо рекона схлипывая и платье когда она крепко прижалась к нему лицо рекона вытянулась в эти короткие полной отчаяния минуты он казалось созерцал весь мир есть только один вариант который я могу придумать любовь моя когда сделай это сделай это чего бы это не стоило даже если это означает что мы никогда больше не увидимся мне нужно знать что ты безопасности и я возьму тебя с собой кла и отстранилась от рекона глядя на него с явным недоуме и недоверием что рекон насмелел взял испуганную гоблин шу руки и одарил ее широкой искренней улыбкой и возьму тебя с собой ты будешь сопровождать багажный пояс в качестве приспешника гоблин вырвала свои руки из-за ухватки и уставилась на новоявленного рыцаря так словно тот сошел с ума рекон жертвоприношение обоих на алтарь честолюбие твоего отца это еще не решение проблемы к черту возвращения урт сталина я говорю о том чтобы сбежать маленькая гоблинша замела в объятиях своего большого любовника она смотрела ему прямо в глаза чё блин не до конца дочитал а не понимая смысл его слов что такое говоришь я люблю тебя или или и или но у нас никогда не будет совместной жизни если хоть одна из наших семей будет иметь право голоса даже если я брошу своего отца и оставлюсь здесь с тобой бладмине как долго это будет продолжаться твоя тетя найдет тебе партнера и тогда ты выйдешь замуж черт возьми так и будет рекон усмехнулся поглаживая большими пальцами гладкую зеленую кожу щеки клоэль это мои мысли любовь моя может быть вместо этого мы выберем другой маршрут из которого ни один из нас не вернется мы присоединимся к каравану моего отца затем после нескольких дней пути мы исчезнем отправимся ближайший город и начнем все заново вместе вместе но а как же деньги место где мы сможем жить что скажут другие люди ну или гоблин если увидеть тебя я найду работу даже если мне придется разгребать дерьмо мы найдем место где будем жить вместе и хорош пусть возьмены того кто хоть что-то скажет о нас если я могу плюнуть на свою фамилию и свои рыцарские клятвы пу ты блин если я смогу плюнуть на свою фамилию своей рыцарской клятвы и то самое меньшее что я могу сделать это игнорировать кучку безграмотных дураков которые не понимают как выглядит счастье ты та женщина которую я всегда ждал и рекон они обнялись и свежие слезы подтекли по их щекам когда они разделили глубокое романтические поцелуи а они крепко держались друг за друг и с течением долгого времени прежде чем оба что там сказали мне нужно немедленно уйти сделать необходимое приготовление и смазать правой ладони ты можешь убедить меня убедить свою тетю отпустить тебя в эту экспедицию я буду в этом фургоне с припасами когда он отправится рекон клянусь всеми планами и хаоса и я тебе это обещаю тогда мы снова поговорим завтра когда придет время отправиться в путь а пока любовь моя рекон наклонился и клоили приподняла его подбородок они обнялись в последний глубоком поцелуе чувствуя что они скоро уедут алексия отошла в сторону совершенно не под совершенное потрясенным недавним событиями и планами обреченного любовника она изо всех сил рванулась к выходу из библиотеки изо всех сил старалась сделать вид что никого особенного никуда особенно не торопится она была так взволнована тем что только что увидела что алексия а нечаянно повернула за угол и в столь же взволнованного молодого рыцаря ой ёп твою ой простите алексия отскочила от груди реконы и снова упала на задницу дух салансе с вами все в порядке мэм ёп потрясенный рыцарь наклонился и тут же протянул ей руку алексия на мгновение заколебалась прежде чем принять ее когда он поднял ее на ноги тысячи извинений миледи я так торопился что даже не смотрел куда иду ой ёпт мой все моя задница лицо рекона стало каким-то странным только после нескольких секунд неловкого молчания она поняла что только что выпалила его имя откуда вы знаете моё у их ты его алексия пришлось выкручиваться я уже несколько раз видела тебя здесь библиотеке маленькой гоближа спрашивала ранее о человеке который подходит под ваше описание она сказала что тебя зовут рекона теперь настала очередь рекона выглядеть смущенным ну да конечно она да она ничего тебе не говорила о том что вы в конечном итоге получили груз который она пыталась доставить глаза рекона загорелись когда он увидел выход из своей собственной неуклюжести ну да 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 и так и было спасибо хорошо она казалась очень взволнованной увидев тебя алексия не могла не улыбнуться про себя от теплоты которая появилась в глазах рекона когда она сказала это он действительно любил это маленькое существо в любом случае мне очень жаль что я так на тебя наткнулась я надеюсь что у вас будет хороший день спасибо вы алексия смысле он не знает кто она такая алексия мне было очень приятно вас видеть алексия задавила улыбку ой подавил улыбку когда рекон выбежал из библиотеки чтобы подготовиться к их с любовницей грандиозного совместного приключения из личного опыта алексия знала как легко юная любовь может закончиться трагедией и страданий и все же она не могла не почувствовать тепло в груди когда подумала об этом невероятной паре несмотря на все плохое что случилось с ней сегодня их крошечная борьбу за то чтобы найти любовь и счастье в мире полном боли и страданий было очаровательной она надеялась что они обретут покой которого алексия так и не смогла обрести в своей собственной жизни кто бы мог подумать что сюжет с реконом и гоблинша будет интереснее и сюжета алексия рована ладно сразу же сразу в лесу творится всякая гадость розария славилась своими крутыми живописными скалами и суровой холмистой местностью но также и живописными красотой тон также и живописная красота часто могла скрывать опасности роман был закаленным бойцом и провел большую часть своей жизни пересекая леса и забираясь на крупные скалы он был более склонен рисковать чтобы ускорить свои путешествия чем большинство окружающих казалось что взобравшись на невысокий утес будет детской забавой в конце концов он когда-то забирался на могучие стены самого корста крепости во много раз превышающими его высоту но я но в данный момент он был осторожен внезапный порыв ветра чуть не опрокинул ровно заставив его быстро найти опору чтобы не упасть узкая полоска скалы не выдержала его веса и его нога соскользнула мимо него пролетел корень дерева он попытался выбросить вы выбросить руки чего чтобы схватить его но оказался слишком медленным застегнутый в распуху ровно не успел захватить за корень и его рефлексы оказались не готовы к такому и он тяжело упал навзничь треск звук эхом разнешься по холмам нам гнаю на многие мили вокруг сопровождаемые громким криком боли ровно тяжело приземлившись на ноги упав под странным углом всем своим весом на нее он рухнул в кучу у подножия холма катаясь по земле пока милосердная гравитация не оставила его он долго лежал неподвижно ослепленный болью пронзившие все его тело ему потребовался почти час мучительных усилий чтобы подняться и вытащить сломанную конечность из-под своего веса зная что ему нужно нужна немедленная помощь роуэн был вынужден связаться со своими господинами господами и попросить их вернуть его в замок его исследования на этой неделе были закончены ха трындец я-то думал недельку и хватит а тут с горы грохнулись ёпту ёпту а орг солдат и зеленые умещение очень хорошо работает в племени так что теперь мы охотимся спасибо вы свободны где мой костыль это было как роман боялся пришел урожай и пришел испорченным истории были одинаковые по всему королевству то самое странное заболевание которое появилось в прошлом году и уничтожила многообещающий урожай с приходом осени большая часть скота была уже забита и крестьяне были вынуждены перейти к интенсивной охоте чтобы прокормиться этого не хватит на всю зиму особенно с учетом того что оставшиеся запасы были по существу конфискованы дворянами эй ровен хочешь увидеться со мной нет и ее подпрыгивание замедлилось когда она подошла близко и почувствовал настроение в комнате да речь идет о продовольственной ситуации в розарии прости но какое-то имеет отношение ко мне я хочу знать сможем ли твой фургон обеспечить снабжением деревень по сути покупая товары из других шести королевств и помогая голодающим людям прошу прощения но гоблины не очень популярны в розарии я бы с удовольствием воспользовала ситуации чтобы немного нажиться на этом дерьме на да задолбала ты кламин это мои люди я здесь а я команду и я говорю о безопасности моих людей моей семье больше не рады в розарии караван был атакован вот только на прошлой неделе клакес мой внук вылез из этого со сломанной рукой а он всего лишь мальчик они долго смотрели друг на друг а потом ром закрыл глаза и глубоко вздохнул эхо вздохом пронизывало зал и усиливаясь акустикой этого каменного помещения хорошо тем не менее ваш караван может отправиться в захваченной деревне и привести им еду теперь настала очередь матриарха трейдера качаться на каблучках и долго думать и снова весь воздух а наполнился тишиной роман подумал что возможно он сможет услышать как од раз кричит что-то в подвале это мы можем сделать если вы либо предоставите собственные запасы либо покроете расходы на ее приобретение у нас есть магазины захваченные у рейв кипа так как мы оставили там только скелетный гарнизон смысле скелет не похоже что они им нужны если понадобится больше мы можем заплатить за это их из казны поддерживание жизни наших подданных это расходы которые я могу оправдать кламин кивнула тебе нужно чтобы мы начали прямо сейчас нет пока нет они еще некоторое время могут продержаться когда станет плохо я позову тебя чтобы ты устроила быструю поставку возможно это не единственный раз когда нам нужно будет накормить моих нет людей наших хозяев тогда ровну рада раз уж я делаю тебе одолжение тогда как насчет того чтобы ты сделал кое-что и для меня как я уже говорила мы больше не можем торговать в розарии к сожалению это означает что в столице я не могу вести достаточно прибыльные торги может ты сможешь пойти от моего имени и мои вещи довольно маленькие и совершенно законные забавно не правда ли гоблину нельзя входить когда она действительно хочет заняться честной торговлей если ты сможешь сделать это в течение следующих четырех недель то получишь небольшой гонорар за труды я посмотрю если у меня будет возможность отлично увидимся с уходом возбужденного подчиненного героя вернулся вернул свои мысли к народу розарии и к угрозе смерти от голода это было странно учитывая что ему пришлось бы сделать если чтобы получить эти продовольственные магазины тем не менее захват крепстей все еще помогал в завоевании близнецов и приносил дополнительную пользу помогая накормить людей в любой деревне которую они захватывали к сожалению это не помогло тем кто оставался на свободе если бы он хотел что-то сделать чтобы помочь всей розари возможно съездить в столицу рано или поздно было бы не такой уж и плохой идеи у барона должны были быть планы на голод и это дало бы лучшее представление о том что происходит так я хотела выйти и там уже закончить разблокировано новое вторжение эльф-контрабандист поверите тронный зал чтобы узнать больше эльф-контрабандист эльф-контрабандист а подурачиться с люриан справиться с повышенным вторжением хаоса ну давай хорошо давай ты что ли эльф-контрабандист пошел отсюда не форма вонючий один из шпионов близнецов подошел к ровну и склонил голову спай генерала за я поступил сообщение что колонны люди пытаются бежать из ризма ровно кивнул быстро обдумывая информацию вы узнали причину а мое дело докладывать я не они налагать мудрость на несколько насколько я могу судить они опасаются за свою жизнь и имущество после падения владения их лордами лорд этих глупцов подстерегает смерть он понимал их стремление бежать из розари и спастись от близнецов но то что они пытались сделать и имела очень мало шансов на успех достаточно одного патруля орков и все они будут убиты даже не успев убежать он моргнул и снова обратился собрать свое внимание на шпионов возвращайтесь к своим обязанностям а я буду следить за ситуацией конечно мир вот так вот алексия подняла голову и вздрогнула она не обращала особо внимания на то куда идет и оказалась в проходе между магическими книгами одна из ее рук к сама собой потянулась к одной из древних книг главе в нем ликнула предостережение что стоит остерегаться подобных книг и она рефлекторно отстранилась в то же время она вспомнила гораздо менее угрожающую книгу которая раньше не выходила у нее из головы вот где нашла эту книгу заклинаний она снова подумала о том чтобы взять книгу и попытаться изучить магию алексия а отыскала книгу чтобы изучить магию когда она заметила что сердце известно заколотилась от предвкушения ну хорошо то есть давайте изучать магию говорили ладно алексия перекатила одну из лестниц на полу и осмотрела полки в поисках небольшого руководстве когда она заметила его ее сердце бешено заколотилась а от привк так и так так сердце заколотилась так магия с некоторых три с некоторым трепетом она сняла с полки маленький справочник и засунула его в свой фартук она записала время и место откуда книга книга была взятой библиотеки библиотечные карточки подождите вы видите библиотечные карточки вы какие-то вообще не демоны сегодня вечером она на у изучит магию ну ладно магия так магия кстати чё то есть ну ладно хрен с ней так пошли наверх рун как раз начал разведку этого поселения когда заметил небольшой отряд людей рыскавших по периметру двух молодых женщин и мужчин женщины сзади были одеты в простую одежду и похожие чувствовали себя неуютно веру верху чем чувствую себя неуютно мужчины впереди были богато одеты и сидели с прямой спиной даже издалека создавая ауру власти местный дворянин как казалось присутствие такого человека в сельской местности для иных целей кроме охоты было непривычно и рован представлялось выяснить все до конца прежде чем он определился с дальнейшими действиями но но был добрый господин как только всадник заметил ровно на дороге он поскакал к нему с приветливой улыбкой а я рад что вы оказались на на верном пути чтобы перехватить вас милорд добро пожаловать мою ватчину такую какая она есть он указал на маленький городок за спиной две молодые женщины скромно улыбались ровно обе были симпатичными деревенскими девушками одна пьяная другая каштановая загорелая и здоровая они весьма очаровательны я делаю все возможное чтобы они он процветал в мирное время я его добрый старательный садовник как велится ланси а в трудное время я забочусь о том чтобы он выстоял в этом в этом человеке было что тревожное его взгляд то и дело обращался к лесу позади ровно словно он ожидал что в любую минуту из него что-то выскочит что-то случилось а ну да но нет ну просто новости о том что произошло в рэйве дошли до меня некоторое время назад довольно ужасная вещь просительно ужасно орки так далеко на юге ужасно но это не оставил от торговцев я слышал караваны все еще ходят хотя некоторые из них немного отличается от прежних он нервно облизнул губы две женщины позади него с интересом разглядывали героя не обращая внимание на волнение своего хозяина я слышал что теперь вы их представляете сэр блэквилл мой друг мэр с другой дерево мэр из деревни это что-то новое заключил с вами сделку некоторое время назад это приятно видеть что его деревня стоит даже когда рей впал я подумал что не могли бы мы прийти к такому же соглашению в конце концов это место может многое предложить например этих двух прекрасных дам дворинин указала и две женщины медленно прошли вперед посмотри какие у него руки блин нет и как влезет его волосы хихи нет я не отказалась бы посмотреть на это даже если бы мне пришлось поделиться разве вы не здорово было бы немного расслабиться в хорошей обстановке обстановки в приятной компании этим двое будут вашими м как бы сказать если вы захотите посетить нас да он продолжал молчать зная что это заставит дворянина сказать больше чем он хочет этот человек и либо что-то знал либо был невероятно параноиком и решил подстраховаться сделав ставку в свою пользу последнее было более вероятно он не должен был слишком много говорить но это было приятным событием если он захочет играть в мяч то на горизонте замаячит выгодный контракт для кламмин а возможно и для него самого так просто согласиться на его условия и осмотреть женщин попробовать договориться о более выгодной сделки а так есть дипломат никакие переговоры не нужны и просто возьмите деревню так ну ка я дипломат я был бы очень рад мирном угри урегулированию на таких заманчивых условиях но как вы точно заметили милорд сейчас трудные времена нужно много сделать чтобы торговые караваны прибывали к местам значения без помех конечно конечно все что вы попросите милорд детали мы обсудим позже возможно сейчас вы хотите отдохнуть с моими спутницами и я приготовлю вам одно местечко принятие у гостеприи я нежно откажусь я женатый человек сэр иногда я кстати об этом тоже забываю вы оказываете всем присутствующим серьезные медвежью услугу пытая заставить распутничать своих подданных я я приношу свои искренние извинения милорд это отчаянные времена и когда я услышал о том что произошло в других местах я подумал что должен этого достаточно у меня нет никакого желания проливать кровь в этом месте и у меня нет никаких проблем с тем чтобы согласиться на торговый тариф с вами пока дополнительные деньги идут на содержание деревни вы действительно герои каким вас изображает балладах не так ли честное слово я конечно безоговорочно согласен вы ошиблись своих мыслях и я бы посоветовал вам поразмыслить на этим попозже мужчина снял шляпы и поклонился ровно медленно потрусив обратно в деревню ровно слышал как две девушки следовали его примеру слегка благоговенно перешептываясь между собой а его чести и благородстве конечно когда близнецы поняли на каких условиях деревня переходит под их контроль они были менее впечатлены по крайней мере адрес ты согласился на это нелепое соглашение без всякой причины разве у тебя нет армии чтобы навязывать свою волю ты человек или слезняк прекрати нести свою ужасную чушь брат торговля во приемлемо и этот человек может оказаться полезным в будущем мне очень жаль что тебе нечего рассказать нам о двух прекрасных спутницах которые там предложили но если ровно отверг предложение может быть мы сами навестим деревню дорогой брат ровно закатил глаза и прогнал напоминание об этом разговоре беседа завершилась и он вышел из только что завоеванной деревни и снова отправился в путь джемоны джемоны какие-то так а мы можем сразу пойти через реку не получается туда а там сразу будут орки давай да давай 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 портал найдем где-то тут недалеко во время прогулок по равнинам розарии нужно стараться не упускать из вида змей и зеленушек их укусы не смертельны для большинства людей но они чертовски болезненны а действие их яда вызывает раздражение и затрудняется на некоторое время к сожалению заметить этих существ практически невозможно из-за расцветки их чешуй зеленая змея обычно никогда не кусает пока на нее не наступит иногда просто не везет ой терпеть не могу змеи и змеи и почему всегда смею а проклятие грин снал что чтобы сделать ты почему постоянно в чё-то влепаешься то где тут был это с правой стороны одно из самых мало известных раз в розарии дракены потомки людей и драконов случайно наткнуться на одного из них на дороге это почти неслыхано а тот который превратился в бандита было еще более редким ровен только что столкнулся лицом к лицу с одним из таких разбойников или разбойников с большой дороги и так сказать она потребовала у него деньги угрожая силы забрать их если он не подчиниться очень распространенное требование от преступников но ни в коем случае не общее требование он снова посмотрел на нее немногие бандиты были настолько уверены в себе чтобы летать в одиночку так что она была либо очень искусна в обращении с клинком либо очень глупо судьба ее боевой стойки первое было более вероятно чем второе заплатите 10 30 золотых запугать ее чтобы она отступила обмануть ее чтобы она ослабила защиту а потом нанести удар первый что мы там прокачали дипломатию а у нас нет а где убедить ее я могу убежать убеждать людей у меня нету запугать ее наверное вот это или обмануть ее чтобы я потом нанести удар первой ты чё и убить хочешь да и попробуем просто запугать выхватив меч ровно улыбнулся и сделал шаг навстречу своему противнику пытаешься поколебать героя розарии у тебя есть желание умереть дракен показала зубы это выглядело как будто пародия на забавную улыбку герой розарии такой тощий мальчишка как ты не смеши мне дракен набросилась на него с удвоенной силы она стремилась быстро одолеть своего противника с помощью чистой силы которую ровно обычно мог бы обратить против она вывернулась как раз вовремя чтобы избежать увечья она зарычала и снова бросилась на него на этот раз с более внимательная следя за его возможностями они танцевали долгое время находясь в равном положении сыпившись в битве на истощение ровен взвыл от боли когда так особенно когда так как особенно жестокий удар в грудь сломал несколько костей в грудной клетке беды ров а дракен зарычал от разочарования не в силах пойти на добивание после очередного безрассудного выпада дракена когда ровно едва не лишился зрения женщина наконец немного пришла в себя не жалея рисковать жизнью ради мешка монет она расправила крылья и взлетела в небо проклиная героя на бегу раненый и обвесиленный ровно обработал свои раны а затем продолжил путь нет ты блин тут с утеса упадешь звездюлишься от дракенов а есть может дойти до портала где-то с правой стороны торговцы обычные прохожие на равнинах розари в этой местности почти всегда живут люди поэтому на их товары всегда есть спрос та с кем ровно столкнулся сегодня специализировалась на различных ароматизаторах ароматизатор правильно прочитал же специях и травах ничего такого за что можно было бы вымерить но ровно заметил что внушительное количество монет находилась в денежном ящике до которого ровно вполне мог добраться его желудок скрутило при мысли о том что он собирается грабить людей на трассе как обычный разбойник с большой дороги но он не мог отрицать привлекательность того чтобы получить немного больше чем помочь ему выполнить квоты близнецов тем более что торговка казалось довольно состоятельной и вела успешный бизнес ой 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 не пытаться украсть деньги попытаться отличиться зачем мы же не вор мы герой все-таки не какой-то там быдло не пытаться оставляя верность своей натуре ровно не стал пытаться украсть деньги скучный человек опять фигасе через один ход каждый раз что происходит севера распространился слух о том что отряд орков пересек разоринскую долину преследуемый протейскими войсками эта группа начала совершать набеги на разбросанные поселения к северу от растыдели вполне вероятно что это были одни из остатков рассеянных армий карнаса многие люди беспокоились что им придется переезжать в другую часть королевства если они появятся возле их селения некоторые были недовольны бароном за его бездействия против этой угрозы по словам местного дворянина это связано с более насущными проблемами бандитов и гоблинами но если орки направится дальше на юг то они почувствуют ярость розарийских армии если же они останутся на севере протейские силы в конечном счете догонит и разберутся с ними однако поскольку протейские войска охотятся на многих отставшихся в этом районе последователей карнаса это может занять несколько месяцев чуть не пучение понял чуть чуть обчу это было ёкарный театр пошли портал искать где-то он тут идем пока по дороге когда идем по дороге то у нас ход по моему всего 25 куда стоит а 50 ну ладно 50 кун стоит он там вот портал отлично все отлично теперь можно идти обратно по темным по темным а все конец недели вот опять скидешь по дороге быстро и можно можно много ходов сделать идешь полезу из за один ход все вуман милорд могу я поговорить с вами минутку роман поднял голову и быстро оглянул стоящую перед ним служанку то ли по приказу то ли и страха но служащие замка бладмина почти никогда с ним не разговаривали да хоть две женщинам это женщина а елена она попросила встречи с вами если вас не затруднит не могли бы вы подойти и поговорить с ней было странно что кто-то так обращается к нему словно к благородным человеком что роман и предполагал ему придется привыкнуть к этому елена хочет роман заколебался вспоминая последние взгляды на свою ученицу в рейв кипи лишенную гордости и извращенную против своей низменной природы в самом бладмине несколько недель назад с ней обращались как с игрушкой и выставляли перед алексии и собой чтобы заставить их чувствовать себя неловко нет я не уверен что мне стоит с ней встречаться он не знал кому относиться как относиться к этому чувству кому относится так чувство к нему или к ней но на лице служанка появилось бешеное выражение и она бросилась вперед чтобы схватить ровно за одну из рук прошу прошу милорд но она сейчас ведет себя очень необычно я ухаживала за ней и не знаю лучше бы ей или хуже чем было раньше рован осторожно а отстранил ее пальцы от своей руки ее паника ее страх перед наказанием все это побуждало ровно к действию не меньше чем осознание того что елена нездорова рован глубоко вздохнул и поднялся ладно успокойся отведи меня к ней огромное вам спасибо милорд молюсь чтобы я смогла отплатить достаточно это не то за что вы должны мне а отплатить горничная провела ровно в одной из свободных комнат рядом с кухней комнату которую ровно не мог себе представить чтобы елена получила там спали повара официанты и горничные судя по тому что ровно видел свою ученицу она могла предложить только один вид услуги конечно рыжеволосая женщина была внутри она разве рыжеволосая она же блондинка она плотно закуталась в одеяло и сидела на простом деревянном стуле глядя в окно расфокусированным взглядом елена при звуке голоса наставника на ее губах заиграла разочарованная улыбка подождав немного ровно вошел внутрь и села рядом с ней на расстоянии более чем вытянутой руки служанка нервно засуетилась в открытом дверном проеме прошло несколько минут молчания хотя это не было ли минуты тишины елена закрыла глаза на хмурила брови и затаила дыхание пытаясь понять что именно она хочет сказать ровы мой учитель каждое утро я просыпаюсь от кошмаров а днем погружаясь в еще большую тьму и до сих пор до сегодняшнего дня я наслаждалась темнотой отдаваясь ей позволяя ей действовать со мной но сегодня мой разум принадлежит мне я вижу что это место делает со мной как она разрушает меня как она разрушила тебя солнечный свет красиво освещала ее сверкающие голубые глаза елена впервые встретилась с ним взглядом и улыбка я стала постепенно усиливаться выражение лица было неоднозначным она все еще не могла сосредоточиться она была рада его видеть но в то же время испытывала отречения при виде его он не винил ее от чего гола это так она ждала ровно ровно не знал что сказать он придал ее доверие разрушил ее дом и вверг ее в бесчестие которое было гораздо ниже ее положение с тобой все в порядке ведь верно да вопрос показался глупым как только он сорвался с его губ но это было лучше чем ничего или она покачала головой и отпустила взгляд на себя ее плечи сдвинулись и одеяльно частично распахнулась рома отвел глаза но не сразу заметил намеки на жестокие использование которому она подвергалась следы на коже испачканная жидко это был ужасно он тяжело взгоднул прошлая ночь была не очень приятным но я восстановлюсь жаль только что я не могу выбрать другое время чтобы вернуть себе ясность кто сделал это с тобой назови мне имя лица я сделаю все что смогу нет нет в этом нет смысла ровно если бы я хотел отомстить елена отвернулась как ну оставив фразу незаконченной она снова натянула на себя одеяло ровен мог заполнить пробелы мне жаль мне не нужны извинения это ничего не изменит и даже если тебя заставили ты не сможешь заслужить прощение за то что сделал но я прямое объяснение не такое не своевременное как то что ты дал мне во время битвы да я должен тебе все рассказать ровен закончил рассказ объяснив вам объяснив амулеты которые он и алексей теперь были прокляты как елена была привязана к своему кольцу тут он заметил что она пристально смотрит на амулет у него на елена посмотрела мимо роу на служанку ровен тоже оглянулся на ее она неловко застыла на месте мы можем уединиться на минутку да конечно она выскользнула радуясь предлогу чтобы отстраниться елена оглянулась на ровно из эра можете любой момент подслушать нет я так не думаю чтобы поговорить с ней мне нужно сделать кое-что особенное если она и может а послушивать то пока не подает виду это помоги мне сбежать сбежать куда бы ты пошла мы на краю ракшанских пустоши елена я не могу провести тебя через порталы и контролирует их уйти отсюда куда угодно только подальше от этого за место если ты достанешь мне доспехи оружие и уведешь подальше от этих стен я смогу о себе позаботиться как я это сделала и что со мной будет тебя не касается я просто я не могу оставаться здесь учитель я стану той женщины в которую превратят меня это кольцо даже сейчас мои желания готовы одолевать меня елена роман я ненавижу тебя за то что ты сделал даже если ты за даже если тебя заставили это сделать мысль о тебе должна вызывать у меня тошноту но она только раз паляет меня даже сейчас я не хочу одевать 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 тебя и одень меня я хочу раздеть тебя а а это понял мысль да я не могу быть здесь я лучше рискну в пустошах чем подамся этому поможа естественно помочь избежать я понимаю и я посмотрю что можно сделать спасибо учитель дверь со скрипом отворилась и служанка заглянула подслушивая я тоже помогу только скажите мне что сделать я не могу вынести того что они с ней делают это не то что можно устроить за несколько дней но кажется у меня есть план ну да неплохо вот будем так сказать исправляться а закончила проект молодец а у нас остался последний по надо улучшить блятик чтобы еще проект накидать я вообще чуть могу улучшить у меня 255 но пойдем посмотрим хотя что там у нас осталось 55 минут давайте заканчивать на этой ноте мы и остановимся надо естественно помочь елене сбежать бедная елена как же мне и жалко как же мне ее жаль всем спасибо и до скорых встреч